Микс Ньюс. Каждую среду в 16 часов. Балтком Лайф с Адмундом Кашевским. Англия. Всем привет, всем привет. Это Балтком Лайф в студии Адмунд Кашевский. За пультом Родион Золотарев и с пятой попытки я получил этого гостя, чему безмерно рад. Друзья, у нас в гостях президент Федерации футбола Латвии, экс-капитан нашей сборной, просто классный игрок Каспарс Горкш. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел нашу беседу строить сначала в одном ключе, потом в втором, а потом подумал, слушай, а вот просто если мы с собой будем в таком свободном стиле, разговорном, и будем разговаривать даже на самые те животрепещущие и, прямо скажем, актуальные темы, ну, сквозь призму, скажем так, человеческого просто, простого общения. Каспар Горкш в прошлом классный игрок, и ты в Англии, ты играл в каком клубе, напомни? Я играл, когда я сперва туда поехал, я играл в Блэкпуле. Блэкпул, да. Это в третьей лиге по силе в Англии, потом я перешел в Куинспарк Рейнджер, уже в Лондон, потом Рейдинг, где сыграл даже в премьер-лиге, потом Вуэрхэмптон, у которых тогда, наверное, были не такие хорошие времена, как на данный момент, и потом уже по всей Европе я покатался, пока не вернулся домой в Латвию. Ну, вот и скажи мне теперь честно, положа руку на сердце, вот легче было игроком, когда ты был, или вот сейчас президентом Федерации футбола Латвии? Я думаю, что легче легко нигде не бывает. Это по-другому, так я скажу, это по-другому, но есть какие-то похожие моменты в футболе и в административной работе, и в принципе там можно всякие параллели себя нарисовать. Легче я имел в виду проще, скажем, во взаимоотношениях, выстраивании какой-то линии общения, выстраивании каких-то, скажем, деловых отношений, потому что, ну, я понимаю, что команда, скажем, футбольная команда, это тоже серпентарий единомышленников, если можно так образно выразиться. Ну, уже чего говорить-то, да, про Федерацию, про всех работников Федерации, всех ее членов и все управление, это тоже, так понимаю, другой серпентарий единомышленников, который круче. И круче всегда играться, это играть в футбол, потому что это все-таки то дело, я всегда мечтал играть когда-то в футбол в профессиональном уровне, мне это удалось, и я футбол никогда в жизни не воспринимал как работу, это всегда было, ну, занятие, и мне получилось, ну, это везение, зарабатывать какие-то деньги, играть на самом высоком уровне, и я всегда смотрел на это как на очень-очень большую привилегию. В таком плане работа в Федерации это чуть-чуть по-другому, это ты до сих пор можешь находиться в среде, которая для тебя близка, но, в принципе, тебе очень быстро надо забыть те, то, как ты смотришь на футбол и глазами игрока. Потому что ты находишься на второй стороне баррикады. Конечно, это, если честно, это всегда первая такая реальность, когда ты понимаешь, что ты на футбол должен посмотреть уже совсем другими глазами, как ты это делал, когда играл сам в футбол. Но есть и одинаковые вещи, потому что и в активном футболе, когда ты играешь, много чего зависит от команды, от взаимопонимания, от лидеров, также и в Федерации Латвии. Много чего зависит в том, какие люди вокруг тебя, какие цели вы в себе определяете и можете ли вы этих целей достичь. Твоя команда должна быть с тобой и в трудные времена, как и на поле, когда тебе как можно быстрее надо пережить их и сломать, может быть, этот ход игры. Также в административном плане, что ты должен двигаться вперед. Каспар, скажи мне, ты довольен своей футбольной карьерой? Ты реализован? Это такой очень философический вопрос. Мне был первый тренер. Ну, философский, да. Ну, а что поделать? Я извиняюсь. Ничего, ничего. Мне первый тренер всегда говорил, что ты никогда не можешь быть довольным. Я, в принципе, такой человек, который довольным не бывает. Не то, что я хожу всегда грустный или злой. Это у меня имя такой просто, да? Да, ну это морщины. Я всегда думаю, что можно сделать получше. И я, наверное, тот человек, который будет всегда пытаться выжать максимум от себя и от этих людей, которые находятся вокруг меня, от своей команды. Это, с одной стороны, я считаю, что хорошо, потому что ты держишь себя в таком тонусе, если так можно сказать. И как игрок я это делал, и как сейчас. Но, с другой стороны, трудно ценить, когда ты вот, ты мне задал вопрос, доволен из своей карьеры. Например, когда я играл, я, честно скажу, я помню, выходил на поле и думал, ну как играть? Только 24 тысячи людей пришло посмотреть. Ну как это? Ну что это такое? Ну что, они не могли прийти? Но сейчас я понимаю, что привилегии играть каждые выходные при такой... Посещаемости, да? Такое количество людей, это фантастика. И я бы, наверное, сейчас пытался бы пробежать как можно быстрее и скорее, если мне дали еще раз такой шанс. Так эта черта моя не позволяет мне, может быть, оценить то, что мне на данный момент дано. И, может быть, это и не совсем хорошо всегда. То есть ты максималист? Ну, максималист, да. Я всегда недоволен, так можно сказать. Наверное, это и есть какой-то максимализм, который двигает меня вперед. Ну, хорошо. Оставим в покое тему активного футбола. Давно уже оставил. Да, того уже. Ну, кстати, в ветеранском футболе не балуешься, нет? Пока не получается. Нет, пока еще время для этого не получается. Пытаюсь поиграть и с друзьями, и с сыном попинать мячик. Но в таком серьезном плане приступить к ветеранскому футболу еще не приходилось. Еще не время? Еще не время, да. Но, конечно, если подходишь к футбольному полю, особенно зеленому, красивому, что-то там внутри не дает покоя потом. И, конечно, хочется. Если где-то увидишь мячик, тогда всегда хочется попробовать поиграться с ним. Ну, смотрите, дорогие друзья, напомню просто такую небольшую справку. Каспар Горкш был избран новым президентом Латвийской федерации футбола на очередном конгрессе. Это было в апреле 2018 года. И бывший капитан нашей сборной сменил на посту Гунтса Индриксонса, который возглавлял федерацию аж, так вспомнить, с 1996 года. Он давно был на посту. Горкш в первом же туре получил, хоть и минимальное, но большинство голосов. За него проголосовали 56 мандатов. Чего было достаточно для того, чтобы победить на выборах. Ну, справка там 48 было за самого ближнего кандидата. И еще один независимый кандидат тогда получил 4 голоса, скажем, на выборах на пост президента федерации футбола. И перед выборами нового президента Горкш созвал пресс-конференцию, на которой, Каспар, ты пообещал изменить устаревшую, по твоим словам, модель управления федерацией и вывести латвийский футбол из кризиса. Тут вопрос делится на несколько частей. И, наверное, начнем с того, что вот эту яму, которую ты увидел, когда ты уже попал и стал президентом, это была яма, это была канава, это был кювет, это что? Где была федерация футбола Латвии? Ты знаешь, яму можно по-разному увидеть. На яму можно смотреть со стороны, и яма совсем по-другому выглядит, когда ты уже находишься в этой яме. Вот все ли было так плохо, Каспар? В принципе, футбол делится на две части. Одна – это, которую мы все видим, часть футбольная. И мы понимаем, что у сборной Латвии на данный момент не самые хорошие времена. И, может быть, уже соскучились наши боленщики и, в принципе, работники федерации по каким-то большим победам. И мы можем игнорировать это, но всегда в каком-то плане о федерации латвийской футбольной федерации будут судить как раз о результатах сборных. Но у нас есть хорошие результаты в юношеских сборных, у нас есть много уже талантов, которые играют за рубежом, у нас много мальчиков, которые играют в академиях зарубежных, у нас, в принципе, количество игроков, девочек, мальчишек повышается каждый год. Так что в таком плане я смотрю очень позитивно на латвийский футбол. И я считаю, что там мои эти приоритеты не меняются. Это популярность футбола, чтобы футбол был всем доступен. В этом плане, конечно, одна из таких самых актуальных тем – это инфраструктура. Потому что у нас всегда беседы подходят к вопросам о стадионе, о инфраструктуре футбольной. Потому что, чтобы играть в футбол, самое главное – это где играть. Хотя говорят, что в футбол можно играть где угодно, но на самом деле нам надо обеспечить инфраструктуру такую, чтобы каждый хотел бы своего ребенка отпускать. Ну, понятно. Но, Каспар, в Бразилии там в фавелах играют. Ага, нам, оказывается, идет обратная связь по наушникам, микрофон. Вот. Вот техника. Техника, да. Ну, в Бразилии ребята там в фавелах гоняют просто на улицах, там в оврагах и везде, где угодно. И смотри, сколько бразильских талантов и звезд футбольных. Ну, у нас пока с этим не все так хорошо. И ты правильно очень заметил, что мы, как болельщики, и те, кто неравнодушно смотрит на футбол, они соскучились по победам, они соскучились по результату. И у всех эта золотая сборная наша, которая попала на евро, у всех вот этот гол Верпаковского, когда он Турков просто оставил дома, всем это хочется еще раз пережить. И я так понимаю, что пока мы далеко от этого. На данный момент повторить такое достижение, как это было в 2003-2004 году, это, в принципе, ну, это мечта. Это мечта любого футболиста и, наверное, любого болельщика. Кстати, я на прошлой неделе, я был в Турции и как раз посетил стадион, где у нас была эта классная игра, и где Марис забил этот классный гол. И там до сих пор, может быть, стадион уже другой, он уже выглядит совсем по-другому, но Мариса там до сих пор помнит, и эту игру до сих пор турки помнят. И первое, как ты говоришь, в Турции и Латвии, это как раз наша сборная 2003-2004 года, которая сделала этот замечательный подвиг, и который, наверное, нам всем, ну, болельщикам футбола останется. Однозначно, особенно, конечно, и Оверу тоже, где нас засудили, на мой взгляд, это тоже, это тоже, это был тот пик, куда мы поднимались. Ну, футбол двигается вперед, потому что футбол двигается вперед, и футбол Латвии тоже, если мы смотрим по тому, сколько полей было построено, сколько у нас на данный момент тренеров, обучений тренеров, это, наверное, две самые важные вещи и приоритеты в любое время. И сейчас тоже я смотрю на одну из самых главных вещей, чтобы установить хорошие отношения с государством, чтобы государство заинтересоваться, чтобы им показать, что футбол это, ну, не только вид спорта, но это может быть чем-то намного больше. И я знаю, что у нас, может быть, я слышал много претензий, что мы пытаемся делать разные мероприятия во время игр в нашей футбольной сборной, но нам хочется привлечь как можно больше людей к футболу, если даже это не результат на табло, который привлекает. На мой взгляд, конечно, вы делаете много, да, но, с другой стороны, если посмотришь, что творится за рубежом, то вам еще есть куда расти в этом плане, да? Я думаю, что если даже посмотреть рынок Америки, как они смотрят на профессиональный спорт... Ну, так далеко ходить не будем в Польшу. Далеко ходить не будем в Польшу. Там тоже есть уже чему поучиться. Стадионы в Польше, наверное, дают тебе и больше возможности сделать что-то интересное. А стадионах у меня будет отдельный каверзный вопрос. Я не сомневаюсь. Да, но я хочу другое все-таки. Я хочу тебя дожать. Все ли было так плохо при бывшем руководстве футбола, что вот ты, когда выступал с этой программной речью, я сейчас, детки, сейчас достану шашку и все поменяю. Вот все ли было так плохо или все-таки хороший момент тоже были? Потому что поля строились, полей было построено достаточно много. Я не знаю там по цифрам и по статистике, но наблюдая, когда ты едешь на машине просто по городу, там и по спальным районам, тут поле появилось, там поле появилось, там мальчишки бегают, там девчонки начали в футбол бегать, что тоже интересно было, да? Поэтому у меня вопрос. Вот трезво сейчас с дистанцией времени у тебя уже есть такая возможность оценить, что все так было запущено, все так плохо было. Инфраструктура строилась, это ты правильно сказал, в принципе, и в прошлом году мы построили три маленьких поля около школ, а сейчас строится поле Воллайана или вместим новое поле Воллайана. Тренеров, в принципе, каждым годом все больше и больше становится, которые готовы тренировать наших детей, сами дети тоже больше и больше становится. и это, как это Лаикне, она идет вверх уже, конечно, не первый год, а уже какой-то, потому и есть очень важно, что мы продолжаем вкладывать деньги. Но все-таки правильно делал Индрикс он и команда сначала? Изначально? Я думаю, что то, что мы вкладывали деньги в наши юноши, то, что мы какую-то часть денег отдавали нашим этим футбольным академии на развитие детского и юношеского футбола, это дает сейчас эти плоды. У нас, в принципе, больше и больше становится тех, которые играют в футбол. Но ты там начал с хронологии, как меня выбрали. И потом, ну, это довольно бурный год у меня был. И сейчас, 17 июля, ну, я так могу уже посмотреть очень тщательно на то, что происходило и как велись работы футбольной федерации. И, в принципе, ну, одна такая вещь, которую сейчас я понимаю, что в первую очередь нам надо начинать со самой организации, самой федерации футбола. У нас, в принципе, очень много договоров, где не защищены интересы Латвийской футбольной федерации. У нас очень много договоров, где берутся родственники, чтобы делали работу наших работников. Ну, это же очень стандартная ситуация в нашей стране. Каспо, что ты удивляешься? Ну, вы знаете, стандартная, нестандартная ситуация. Но если мы пропагандируем, что мы хотим, чтобы футбол был чистым, чтобы наш футбол был таким, которого не было стыдно показывать, то это должно начинаться от дома, от футбольного дома, который Латвийской футбольной федерации. Ну что ж, о чистом футболе и о федерации мы поговорим сразу же, как вернемся в студию. Сейчас прервемся ненадолго. Мы вернулись в студию и продолжаем разговор с Каспаром Горкшем, президентом федерации футбола Латвии. Не успели избрать, что называется, президента, как уже в течение года пошла катавасия по поводу того, что тебя надо смещать, что ты должен отказаться от должности, уйти в отставку, что ты, дескать, все разрушил. Ты даже в кулуарах тебя даже называют терминатором кое-кто. Да? Да, президент-терминатор. Вот. И у меня вопрос. Это что, ты так больно наступил всем на мозоль, что вдруг все окрысились против тебя? Ну, это всегда трудно самому судить об этом. Но то, что я спрашиваю от себя и от других, это касается и тех, которые работают в федерации, и те, которые, в принципе, работают в латвийском футболе, это, наверное, правда. Что я себе выдвинул какие-то цели, которые я хочу достичь, и ведусь по какой-то, наверное, как это говорится, ну, сужу всех остальных, как я и себя сужу. То есть ты себе поставил планку и всех меряешь по такой же планке, да? Ну, я думаю, что не по такой планке, но спрашиваю я точно так же, как сам от себя. Про Терминатора, конечно, я первый раз слышал. То, что я виноват во всем, то приходилось слышать. Но я думаю, что речь не совсем о другом, что как-то ты уже сам упомянул, борьба за это кресло, так можно назвать, это было довольно близкой. Или как это? Ну, наверное, и оппозиция, сильная оппозиция, та, которая тоже меня мотивирует ежедневно идти вперед. Но смотри, в какой-то момент, я так понимаю, или эта оппозиция включилась, или ты что-то неправильно сделал, или что-то не так, но почти половина правления федерации подает в отставку и выходит. И выходят, ну, такие известные люди выходят из правления федерации. С чем связан этот Демарш? Был очередной конгресс, где были отчеты и президента, и генерального секретаря, и по статутам отчеты членам правления, и сами члены футбольной федерации проголосовали, что мой отчет генерального секретаря был принят, а отчеты членов правления не были. И это, ну, в принципе, был первый такой движок, который вызвал недовольствие. Недовольство и у членов, и у самых членов правления. И некоторые члены правления решили сделать такой выбор и уйти. Но, как я уже сказал, ну, люди меняются, люди меняются и внутри федерации, когда какие-то спросы или то, что мы просим от своих работников, меняется, кому-то это приемлемо, кому-то это не приемлемо, это нормальный процесс, это такой, можно сказать, процесс перемен. Да, но ты сам в себе вообще, ты сам себе анализировал эту ситуацию, да, вот если так уйти от умных слов и таких общих формулировок, ты сам для себя картину разобрал, почему это случилось, у тебя есть самого ясность? Я могу проанализировать то, что произошло, то, что произошло и в Конгрессе, то, что происходило до этого, то, что происходило. ты понимаешь, да, все эти процессы и почему? Да, конечно, ты потом и закулисные какие-то разговоры и встречи, и ты, я не скрываю, что я, например, с Марисом и Жоржем встречался и к Марисом более чем один раз и пытался их уговорить, чтобы они оставались, потому что я на самом деле считаю, что они могут дать очень большой вклад в латвийском футболе, они отказались, я должен принять их решение и из этой ситуации пытаться вывести максимальную пользу для латвийского футбола. Но у тебя есть план А, Б, С, или ты только вот идешь, есть план А и все, и точка, я по нему иду. Не, на самом деле я не знаю, я думаю, что терминатором меня называть точно не надо, но и план есть я, Б и С, и эти планы тоже по обстоятельствам чуть-чуть меняются, и, конечно, я сам тоже очень много в этом процессе учусь. То, что я знаю, что мы хотим, чтобы наша федерация работала эффективно, чтобы она наслужила как можно лучше своим главным акционерам, которые наши члены. Тот способ, как мы работаем, может быть, чуть-чуть меняется, потому и есть эта замена, может быть, работников, которая на данный момент произошла, и которая тоже, наверное, вызвала какой-то резонанс, но это, я думаю, в любом коллективе есть какая-то трансформация. Когда приходит новый руководитель, естественно, он убирает всех старых и ставит свою команду, потому что он должен иметь твердые тылы. Я правильно понимаю? Доверие. Доверие людей очень важно. Ты должен иметь тыл, и знать, что тебе никто там нож в спину не воткнет. Но в этой связи, ведь в предыдущей команде было очень много таких и знаковых персон, и профессионалов, и опытнейших специалистов в футболе всех ли надо было убирать, и всех ли надо было менять, на твой взгляд, вот сейчас? Ты имеешь в виду правление? Ну, в правлении генерального секретаря и так далее. Уход генерального секретаря была его инициатива, так что об этом я думаю, что больше всего он может рассказать, но правление это, в принципе, тоже было их желание, они так восприняли голосование наших членов и приняли решение, я не скрываю, что они сказали, что мне тоже надо уходить, но я все-таки чувствую какую-то ответственность перед членами Латвийской футбольной федерации, которые меня один раз выбрали, потом еще выразили доверие, и верят. но ведь чисто по-человечески обидно, ведь когда вот такая ситуация возникает, когда вроде ты с людьми думаешь, вот я сейчас сделаю то-то, 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 и вдруг тебе бац. Человечески может быть и обидно, да, но я говорю, это опыт жизни, и конечно, очень много разных закулисных спекуляций, но я пытаюсь сохранить такую, как-то сказать, трезвую голову насчет этого, и потому эти планы, планы, что касается по этому пути, как я иду, чуть-чуть, они, конечно, трансформируются, меняются. После того, как я прочел письмо, твое открытое письмо, которое было опубликовано в СМИ, я тебе хочу задать один вопрос. Ты намного почистил свою телефонную книжку? Со многими людьми ты больше не встречаешься и не разговариваешь? Или ты дипломат, ты вот через это переступил? Не, я, в принципе, со всеми разговариваю, если они хотят со мной разговаривать. Ну, таких конфликтов откровенных я не искаю, не ищу. Не ищу. Не ищу. Конечно, как футболист ты можешь позволить себе более открыто выразиться, чем в этой должности президента футбольной федерации, института. я считаю, что человек я такой, с которым даже довольно легко коммунитировать, общаться. Общаться. Да, но смотри, видишь, не все тебя так расценивают. Иначе бы не было вот этой ситуации, что такие тревожные звоночки. Ну, знаешь, есть письма, есть заявления, есть мнения. Но то, что мне хочется, чтобы люди понимали, что, во-первых, есть разделение компетенций, что касается этого письма. Потому что сейчас, на данный момент, Горкш виноват во всем. Если у кого-то что-то случится, это всегда ответственность Горкша. Хотя, если мы смотрим по документам Федерации, тогда Горкш является лицом Федерации, когда ее надо представлять в государственном или международном уровне. И, конечно, в связи с этими всеми скандалами или большой такой публикацией, все, что случается в латвийском футболе, связано со мной. Ты виноват во всем сейчас? Я виноват. Я уже перед передачей тебе рассказывал, что я стоял за спиной одного мужика, которого был либо это туалет, был или какой-то склад, и он был закрыт. Вот, Горкш пришел и закрыл, и его надо правильно убирать. К сожалению, ключа у меня не было, я не мог ему открыть эту комарку, но, в принципе, так люди видят эту ситуацию. Но я все-таки надеюсь, что этому всему, который сейчас плывет по СМИ, и это большая публикация, это все-таки люди видят и то хорошее, что случается в футболе. У нас начался один из самых таких активных, можно сказать, месяцев в футболе. Аугуст-фентябрь – это месяц, когда мы распределяем медали в латвийском чемпионате. Это когда мы, ну, нас, наши клубы радуют очень хорошим выступлением в Еврокубках. Нас ждут очередные игры в сборной Латвии, и, конечно, мы всегда смотрим с оптимизмом на это. Нас ждут женская сборная, которая играет со третьей лучшей командой мира в Лепо и здесь у нас. Так что у нас финальная часть У-19 чемпионата по футзалу, которая будет происходить в арене Риги. Так что, если кто-то считает, что футбол остановился или приостановился, то я хотел бы говорить совсем наоборот. Что в футболе происходит очень много, и больше соревнований в разных уровнях, больше девчонок, мальчишек играют в футбол. И, наверное, оттуда и эта популярность, которая связана с перипетиями, которые происходят в футбольной федерации Латвии. Сразу вспоминается не так давнее прошлое, когда сакраментальный вопрос. А при чем здесь Лужков? Вы спросите, при чем здесь Лужков? А вы спросите, при чем здесь Горкш? Да при всем. Да, кстати, ты затронул очень интересную тему, что у нашего футбола есть и чем гордиться. И смотри, и Конев, он же никакой не иностранный специалист, а смотри, офция Рига, он как-то собрал, мотивировал, и ребята бьются как львы просто. И показывает очень качественно хороший футбол, и даже, кажется, после такой неудачи в Лиге чемпионов, где, я считаю, в принципе, был такой соперник, которого можно было обыгрывать, обыграли поляков, чемпионов Польши, что не каждому удается. Потом обыграли и финнов, и сейчас мы, завтра, если я не ошибаюсь, они будут играть, кстати, на стадионе, где я забыл свой первый гол за сборной Латвии. Вот, кстати, о стадионах. Ты видишь, как мы плавно пришли, да? У нас так получается, да, 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 да. Сквозное действие такое. Неплохо, как, как, как. Так, смотри, вот стадион, если сравнивать с Конто и Даугаву, ну, это, как говорится, это и день, это день и ночь. Потому что, насколько уютным и насколько таким, ну, с хорошей, с хорошей аурой и с хорошим таким эмоциональным зарядом воспринимался стадион с Конто, так, я тебе скажу, настолько неуютный, настолько противный, можно сказать, и, ну, на мой взгляд, даже неудачный. Удачный по многим параметрам стадион Далгова. На нем смотреть футбол неприятно на трибунах, сидя. Это я тебе говорю как зритель. И, к сожалению, я не одинок в этом, в таком суждении. А у меня вопрос, вот, неужели Далгова останется центральным стадионом страны? Неужели нет каких-то, каких-то других мыслей? Ну, это ты сравнил не противный и хороший стадион, но ты сравнил по-настоящему футбольный стадион, который, в принципе, был построен для футбола и стадион, который построен для всего. И легкой атлетики, и концертов, и танцев. Пускай там и проходят праздники, песни и танцы. И легкая атлетика пускай бегает по этим дорожкам. Нам надо брать, ну, у нас, нам надо выполнять очень много разных, разных... Нормативов? Нормативов, критерий, которые для нас устанавливает UEFA. Я думаю, что если UEFA нам сказала бы, вы можете спокойно выбирать, где играть с Конто на Далгаве, я думаю, что большинство людей согласилось бы с тобой, что с Конто намного уютнее и для игроков. Я сам играл на том и для зрителей, потому что там ты прав, на Далгаве, ну, нам еще не приходилось играть при полных трибунах. Может быть, тогда атмосферу почувствовать можно было, но, в принципе, атмосферу создать на стадионе с Конто намного легче. На данный момент футбольный клуб Рига, который является хозяином стадиона с Конто, в принципе, готовы его сделать по всем этим стандартам UEFA. И, наверное, тогда мы еще раз будем возвращаться к этому вопросу. На данный момент я должен тоже сказать спасибо министерству из Глитимс Министрия, что они, в принципе, образование, которое столько сил и столько денег вложило на стадионе Далгаве, чтобы на этот момент у нас был стадион, где проводить эти игры, потому что иначе нам бы приходилось это делать, не знаю, в Эстонии, наверное, потому что в Литве тоже такого стадиона. Ну, Ле Кук стадион – это практически то же самое, что с Конто, чуть побольше, по вместимости. Ну, после Суперкубка он, наверное, стал еще лучше. Ну, практически то же самое. Но проекты, я думаю, что довольно… И наша Далгава – это дикий шаусмус просто. Это дикий шаусмус. Ну, неужели UEFA, не знаю, скажу прямо, неужели UEFA не даст денег на нормальный стадион для Латвии при нормальном подходе? Я уверен, что в течение следующих, ну, немного лет, я думаю, 4-5 года, надо нам будет построить уже свой стадион. На данный момент у нас, ну, можно сказать, история больших инфраструктурных проектов не очень неудачная. У нас есть Тайцела, у нас есть Кришана Барона, стадион непостроенный. У нас есть много плохих таких примеров, которых мы могли бы привести. И потому я считаю, что один из таких приоритетов должен быть, чтобы заинтересовать государство в том, что латвийскому футболу нужен свой стадион. Потому что одна федерация футбола Латвии стадион свой не построит. Нам нужны очень сильные партнеры. Один у нас есть, это или два UEFA, которые дают нам, в принципе, 95% нашего дохода. И если государство помогло бы нам, если у нас самоуправление помогло, я думаю, что вместе мы могли бы построить свой футбольный, чисто футбольный стадион. Ну, а как у тебя идет вообще диалог с официальными структурами? Тяжело или ты оптимистично смотришь на то же, как договориться о партнерстве с тем же государством и с теми же самоуправлениями? На периферии я понимаю, что там все хорошо. А здесь? Ну, в регионах тоже. Это тоже одна из наших главных задач. Одно то, что использовать футбол как объединяющиеся средства в регионах, из-за чего, например, могут в регионах люди найти работу, что они могут оставаться в этих регионах и развивать футбол. Для этого тоже мы должны обеспечить инфраструктуру потом стадионы. Мы должны свести порядок в этих стадионах, которые у нас уже есть, например, хотя бы свет на стадионе Венспилсе, чтобы им не надо было бы играть в европейские игры на тот же Долгаве, в Риге, чтобы они могли это делать дома. То же самое стадион Слока, который играли в прошлом сезоне, одну игру, в принципе, закончили уже в темноте, когда не видно было мяча. Ну и, конечно, это большая задача построить свой футбольный стадион, чтобы у нас было место, где мы принимали наших гостей. Это все красиво. А как идет диалог? У тебя есть вообще диалог с правительством, с самоуправлением? Конечно. Это одна из самых моих главных задач, как президента Футбольной Федерации Латвии, вести диалог со всеми заинтересованными сторонами. Сейчас как раз идет диалог по бюджету страны, и мы надеемся, что сперва нам удастся закончить этот проект Долгаве, потому что там тоже осталось еще что делать, и мы работаем на то, чтобы развивать инфраструктуру футбольную как раз и в регионах. Да. Ну, как настоящий дипломат, Горкш ушел от ответа, насколько он подвинулся в этих разговорах. Ну, я не знаю. Но это радует. Ты хоть научился, во-первых, ты научился держать удар, хотя это ты и на поле умел держать удар, и, так сказать, и сформулировать так, чтобы надо было читать между строк. Последний, скажем так, один из последних вопросов, потому что время наша передача подходит к концу. Пролетело, так сказать. Да, но как-то так мы с тобой быстренько поговорили. Может быть, будет оказия, и еще раз заглянешь в студию. Обещаю, что в следующий раз не с пятого раза приду, но сразу. Это было стечение обстоятельств. Стечение обстоятельств, да. Вот вопрос на засыпку последний. Тренер сборной Латвии, опять очередной иностранец. Ну, не знаю. Все ли хорошо, так знают иностранцы в нашем футболе, что им надо рулить нашей национальной сборной? Я думаю, что уже после этого тренера, я надеюсь, что следующий тренер будет тренер с латвийским паспортом. Для того мы и очень много средств, и энергию вкладываем в обучение наших новых специалистов. На данный момент я считаю, что иностранный тренер был правильный выбор, но в дальнейшем, я надеюсь, что все больше и больше мы будем разговаривать уже о наших местных тренеров. Мы должны брать, брать, брать то хорошее, что мы можем взять от иностранных тренеров и в тактике, и физике. Но, наверное, сейчас то, что мы хотим увидеть в нашей сборной Латвии, это, наверное, такой патриотизм, энтузизм, что они бились за каждый мяч на поле. И эти вещи, которые, в принципе, наши тренера уже, у них, по-моему, была совместная беседа на эту тему, что это такая очень актуальная тема, на которую нам надо работать и в национальной сборной, и в юношеской сборной. Чтобы они понимали ту честь, которую они должны испытывать, играя в сборной Латвии, и как они должны играть за сборной Латвии. Как раз сегодня мне тренер сборной Латвии прислал, по-моему, список, не список, а 15 вещей, которых он хочет видеть в игрока сборной Латвии, который приезжает играть за свою страну. Я надеюсь, что в ближайшее время мы можем опубликовать тоже его видение, как должен выглядеть, как должен себя вести, как должен представлять свою страну игрок сборной Латвии. Знаешь, что сделал первым делом тренер Витал Хейнен, когда пришел тренировать сборную Польши по волейболу? Не знаешь? Не знаю, нет. Он выучил польский гимн, и он вместе с игроками поет польский гимн, когда играет сборная Польши. Я бы хотел пожелать, чтобы наш тренер тоже выучил наш гимн, пел вместе с игроками, и у него был заряд такой, чтобы, ну, как говорится, как в 2003-2004, чтобы поскорее у нас были какие-то результаты. Я благодарю Каспара Горкса, который с пятой попытки пришел к нам в гости, и буду ловить тебя на слове, заглянешь еще раз. Обязательно. Спасибо. До следующих встреч.